МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Тяжелая работа, работу искать. Свыше 200 тысяч человек не могут найти работу в Дагестане. Встреча со студентами. Министр внутренних дел Республики Абдурашид Магомеда вручил служебные удостоверения выпускникам вузов системы МВД России. Упорство и труд победу принесут. В Дагестане продолжают оказывать поддержку производств в горных районах. Свыше 200 тысяч человек не могут найти работу в Дагестане. Об этом свидетельствуют данные на сайте Дагестанстата. Доля безработных среди трудоспособного населения Дагестана по итогам второго квартала этого года составила 17,4%. Из более чем 1 миллиона трудоспособных жителей безработными остается 211 тысяч 800 человек. Это на 4,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. Значительно выросло количество людей, состоящих на учете в службе занятости. В конце второго квартала прошлого года на одну вакансию заявленную в службу занятости претендовали 26 человек. В июле этого года на одну вакансию приходилось 102 человека. В строю МВД Дагестана пополнение. Сегодня в стенах ведомства в творжественной обстановке министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов вручил служебные удостоверения выпускникам вузов системы МВД России, прибывшим для дальнейшего прохождения службы. В мероприятии приняли участие и начальники подразделения МВД, в которых новобранцам предстоит нести службу. Отучившись пять лет в высших учебных заведениях МВД России, получив офицерские звания, выпускники вузов продолжат службу в системе МВД, в следственных подразделениях, уголовном розыске и других службах. Абдурашид Магомедов обратился к молодым офицерам со словами напутствия, подчеркнув, что МВД за последние годы потеряли на фронтах борьбы с преступностью и терроризмом более 400 сотрудников. Ни в одном субъекте Российской Федерации нет такого количества героев, как в МВД по Республике Дагестан. Министр лично вручил 55 новоиспеченным лейтенантам служебные удостоверения и пожелал им успехов. Вы избранные люди, потому что будете заниматься справедливостью. Так получилось, что все вы закончили. Именно учебные заведения Министерства внутренних дел и в системе МВД по Республике Дагестан будете заниматься справедливостью. Должен сказать, огромной ценой мы выполняли и выполняем свою задачу. Новые тренды и обмен опытом. Лидеры молодежной политики СКФО встретились на ежегодном окружном совещании. Семинар стартовал сегодня в поселке Тюбе Комтер-Калинского района. Участниками форума, который продлится три дня, стали 60 человек. В ходе работы семинара лидеры организации, реализующих государственную молодежную политику, обсудят актуальные проблемы. Зачастую есть ряд проблем. Они также здесь на семинар-совещании будут обсуждаться. Это вопрос о доведении информации. Здесь даже ставится вопрос определенного маркетинга. Как правильно заинтересовать и довести до молодого человека информацию, что есть гранты, что есть молодежные форумные компании, что есть возможности участия в различных мероприятиях и возможности формального образования. Также хочется отметить активное участие северо-авказской молодежи в грантовом конкурсе. Это серьезные, на мой взгляд, ресурсы, которые вы привозите из федерального центра. Посредством ребят, каждый в свою республику добавляет в бюджет денег. Это очень серьезно. Много участвуют ребят и очень серьезные грантовые конкурсы выиграют. Программа разделена на несколько частей. Практическая представляет собой площадки для обмена опытом, тренинги, а также предлагает проектную работу в группах. Организатором совещания выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством по делам молодежи нашей республики. В Дагестане пройдут бесплатные курсы по реабилитации для детей-инвалидов. Накануне в спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос» в Карабудахкенском районе состоялось открытие интенсива по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало возможным благодаря Гранту Минтруда Республики. Здесь для детей созданы все условия для ипотерапии, арт-терапии и анималотерапии. Также для «Лотоса» приобрели специальные тренажеры, массажные маты и другой необходимый инвентарь. Сейчас реабилитацию проходят 10 семей с детьми-инвалидами из Дагестана. У нас здесь около 10 семей, которые приехали из различных районов нашей республики. Я на сегодняшний день здесь с утра до вечера занимаюсь реабилитацией. У нас здесь и лошади, которые проходят ипотерапию, у нас здесь логопеды, дефектологи. Мы буквально находимся недалеко от моря, это есть таласотерапия. То, что мы имеем возможность и купаться, и отдыхать, и морские ванны, горячий песок. Это укрепляет иммунитет не только у детей, но и у родителей. По мнению психологов и родителей, после 10-дневного курса такой реабилитации у детей наблюдаются положительные динамики общего состояния. Большое спасибо тому, что это все для нас, для мамочек с детскими детьми. Немаловажно, что это все проходит бесплатно за счет средств, грантов социального развития от труда. И то, что все это организовано на берегу моря, это очень хорошо сказывается за счет детей. В Дагестане продолжают оказывать поддержку производствам в горных районах. Так прошел конкурс по отбору инвестиционных проектов, по итогам которого победителями признаны три заявителя. С ними заключены соглашения о предоставлении субсидий. Теплица Далгата Магомедова находится в селе Нижнее Казанище Буйнакского района. Он производит огурцы и помидоры. Продукцию поставляет как в регионы России, так и на внутренний рынок в республике. В прошлом году тепличник получил субсидию от государства по программе развития горных территорий. Магомедов призывает дагестанских предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей присоединиться к программе в этом году. Мною вот в последнее время вот эти теплицы построил дверь. Спасибо Министерству экономики, что они навстречу пошли, изучили мою программу, выделили мне вот этот грант. Напомним, программа реализуется в целях улучшения социально-экономического положения горных территорий, повышения благосостояния и качества жизни населения горных районов. Накануне вице-премьер республики Инсав Хайрулин с рабочим визитом посетил село Мерего Сергокалинского района. Здесь он проинспектировал строительство детского сада на 120 мест, осмотрел объект и побеседовал с подрядчиками. Детсад должен быть сдан уже к концу этого года. Также Хайрулин осмотрел сквер в селе и центральный парк, построенный по программе «Комфортная городская среда». Он дал положительную оценку уровню благоустройства и санитарного состояния, а также отметил туристический потенциал местного природного ландшафта. Врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией, продолжают свой отдых в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». Накануне там прошел очередной сеанс восстановительной терапии, в рамках которого врачи делали специальные физические упражнения и дыхательную гимнастику. Зарядка прошла прямо на берегу Каспия. Медицинские работники поделились впечатлениями о реабилитации в Дагестане. Это как райский уголок, что ли, так скажем. Мне очень понравилось. Какой-то релакс, какое-то расслабление. Думаешь, неужели жизнь снова начинается, а все так прекрасно. В Дагестан приехали по программе. Неожиданно нам предложили сюда приехать. Ни минуты не колебались, потому как любим исследовать новые места, любим смотреть новые моря. Мы были на разных морях. Вот приехали на Каспий. Каспий чудесный. Один вот этот даже морской воздух, вот этот терринкур, вот эта вот озонотерапия, вот то, что мы дышим, вот этим морским воздухом, уже летаешь. По сравнению с тем, как мы там ходили, передвигались, повышенная утомляемость, слабость, постоянно полусонная. Напомним, акция «Слава врачам» направлена на физическую и психологическую реабилитацию медицинского персонала, боровшегося за жизни пациентов, заболевших коронавирусом. Акция продлится до середины сентября этого года. За время проведения бесплатной реабилитации в комплексе успели отдохнуть сотни медработников из разных точек Дагестана и Северного Кавказа. А накануне в селении Тлайлух Хунзахского района состоялось открытие памятника народному поэту Дагестана Аббасил Магомеду. Авторы монумента – известный скульптор, заслуженный художник России Али Магомедов и его сыновья. На открытие, которое состоялось во дворе Тлайлухской общеобразовательной школы, носящей имя поэта, присутствовали гости со всего Дагестана. Разделись радости земляков приехали друзья, мастера слова и ценители творчества классика. Артисты Аварского музыкально-драматического театра показали сценку из спектакля «Махмуд и Муи» по пьесе писателя. На торжественном мероприятии прозвучали стихи в народном языке поэта и песни на его слова. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова